МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир телеканала Россия продолжает вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Добрый вечер. Благоустройство пешеходных тротуаров и остановочных павильонов в центральной части Ульяновска сегодня оценил глава региона. Алексей Русских осмотрел несколько объектов, где работы либо уже стартовали, либо начнутся в ближайшее время. Одна из центральных улиц Ленинского района. На пересечении Карла Либнихта и железной дивизии пешеходный тротуар уже давно перестал быть безопасным для прогулок. Тротуар явно требует ремонта. Причем здесь уже не картами надо ремонтировать, а просто его весь срезать и класть на новый асфальт. Потому что очень много действительно ходит людей здесь, пользуются именно этим тротуаром. Пешком. Поэтому давай создадим действительно хорошие условия, чтобы приятно было и на работу к пешочкам пройтись, и погулять вечером. А попасть из Ленинского района в Засвияжске можно по этой пешеходной тропе. Еще недавно она была в исношенном состоянии, но уже сегодня по просьбам жителей областного центра началось обновление полотна. Здесь дорога и тротуар достаточно в таком запущенном состоянии. Поэтому на сегодняшний день уже принято решение о выполнении ремонта тротуара, для того, чтобы люди могли спокойно передвигаться из центральной части города Ульяновска, из Ленинского района в сторону Засвияжья. Он стремительно развивается, но с остановками настоящая беда. Так о своем квартале отзываются жители домов возле Ульяновского госуниверситета. Люди обратились к депутатскому корпусу, чтобы решить извечную проблему. В итоге уже скоро это место благоустроит. Здесь появится остановочный павильон. Алексей Русских поручил городским властям уделить особое внимание обновлению бордюрного камня. Зачастую он либо сильно изнушен, либо поребрика нет вовсе. Контроль за ходом и качеством работ глава региона возложил на депутата областного парламента Виталия Кузина. Артем Петров и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Лифт не работает. Жители первого подъезда 10-го дома по проспекту Туполево уже почти три месяца обходятся без подъемника. Лифт многоэтажки вышел из строя, но никакого ремонта не предвидится. По крайней мере пока. Почему? Выяснил Игорь Кранцев. На большинстве этажей двери лифта выглядят вполне стандартно. А вот на шестом и седьмом этажах вход в подъемник попросту заколочен досками. На майские праздники на шестом этаже произошел пожар и лифт вышел из строя. С тех пор не работает. Был поджог чистой воды на шахтной двери. Оттуда пошло. Выше шестом этажа еще происходило. Лежал коврик подожженный. Управляющая компания как бы обещание давала через месяц. Обращались в общественную палату. Все больные. 122. Телефон управления. Но пока лифт и ныне там. Жителям первого подъезда и их гостям приходится подниматься и спускаться по лестнице. Других вариантов нет. Прихожу к внукам. Очень тяжело подниматься. Я не такая старая, то тяжело. Есть инвалид. У нас соседка инвалид. У нее дочка инвалид. ДСПшна. Она не может с ней спуститься, подняться. Очень тяжело. Сейчас она в школу пойдет. Надо портфель таскать. Обращения в различные инстанции, по словам жителей, пока ограничиваются обещаниями разобраться. Поджог многоквартирного дома фактически произошел. Поэтому жителям здесь нужно, чтобы быстрее решилась проблема, принять решение о ремонте уничтоженного злоумышленником оборудования с последующим возмещением затрат со стороны злоумышленника. Но злоумышленник, по словам жителей, неизвестен. Неизвестная причина, был ли это намеренный поджог или дело случая, например, непотушенная сигарета. В любом случае, пока жители первого подъезда дома по Туполево-10 остаются без подъемного механизма. И уповают разве что на чудо. Игорь Кранцев, Гульнара Шарипова, Денис Миронов и Михаил Державин. Весть Ульяновск. Аварийные сараи на улице Стасова сегодня начали сносить. 20 лет местные жители добивались благоустройства их квартала. Но проблему услышали городские депутаты. И после их обращения к главе региона в Засвияжский двор заехала строительная техника. В одной папке все проблемы Засвияжского района. Дороги, школа Олимпийского резерва, благоустройство, ремонт дома культуры, строительство детской поликлиники и еще с десяток важных вопросов. Решать их готовы городские депутаты на самом высоком уровне с главой региона. Есть вопросы такие текущие, где на муниципальном уровне решить нельзя. Из-за этого к вам пришел на прием, рассказать проблему. И может быть совместно его можно будет решить, но на областном уровне нет. И вот с мертвой точки сдвинулась закоренелая проблема жителей улицы Стасова. Эти сараи еще в советское время служили для местных в качестве погребов и кладовок, пока не стали аварийными. Лет 20, наверное, никто ничего не хранит, там уже лет 20. И вот так вот ломаются, дети лазают. Дальше еще вот этот дом снесут, потому что он аварийный. И будем смотреть, может здесь и будет. Я настаиваю, чтобы сделали детскую площадку. Это только одна галочка напротив всего списка представленных городских проблем народными избранниками. Они уверены, следующее появится напротив Дома культуры – строитель. Здесь с 2020 года уже обновили коридоры, санузлы, сделана изоляция фундамента. Но для ее главной архитектурной части требуется финансовая поддержка из областного бюджета. Марина Симофеева и Юрий Давыдов. Вести. Ульяновск. Как правильно подготовить дом к началу отопительного сезона? Сегодня для старших по домам Засвияжского района провели специальный мастер-класс, где осветили нюансы вхождения в зимний период. Занятие прошло в рамках проекта «Школа грамотного потребителя». Как выстроить грамотные отношения с коммунальными службами? Как убедиться в том, что коммуникации дома готовы к подаче тепла? Что делать в случае ЧП? На эти вопросы отвечает «Школа грамотного потребителя». Такое название носит партийный проект «Единой России», рассчитанный как раз на старших по домам и активных жителей. Есть своя специфика, есть контрольные функции, которые должны быть выполнены. Иначе отопительный сезон в зимний период времени можно пройти с какими-то аварийными ситуациями, с дополнительными. Вот как раз включается специальное оборудование. У нас есть и чат, мы интерактивно общаемся. И там эта информация обязательно тоже публикуется. Местом проведения занятий стал один из домов на улице Самарской. Теорией дело не ограничилось. Практика в подвале, где и проходят те самые коммуникации. Если дом в высокой этажности, то один стояк сначала промываем, после этого переключаемся на другой. Подобные встречи действительно нужны, отмечают сами старшие по домам. Большое значение имеет и диалог с руководителями проекта, а также специалистами системы ЖКХ. Ты становишься намного хвилистированным, много тебе становится картина ясна самого процесса. Это самое главное в взаимоотношении с управляющей компаниями и с председателем по домам, чтобы оба были профессионалы и понимали, о чем идет речь. Также на встрече рассказали о начале приема заявок на второй всероссийский конкурс «Лучший дом – лучший двор». На первом смотре два представителя нашей области вошли в число победителей. Игорь Кранцев, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Россия, Индия, Китай, а еще Бразилия и ЮАР. Представители стран БРИКС в эти дни собрались в Ульяновской области. В регионе стартовал третий по счету молодежный лагерь Союза пяти государств. С приветственным словом к участникам обратился глава российского МИДа. А главной темой лагеря в этом году стала МИДИА. О том, как даже большие расстояния не мешают странам идти к общей цели, Артем Петров. Берег русской Волги и зажигательные африканские танцы. Так в Ульяновской области стартует очередной молодежный лагерь стран БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская республика. Десятки молодых представителей Союза пяти государств снова вместе. А перед ними глобальная задача. Люди сопосятся разным менталитетом, с разным прошлым, с разной историей и культурой. Но с одним стремлением сделать мир и БРИКС лучше. Особенно это важно сейчас, когда на Западе уже не скрывают своих намерений. Мы понимаем важность этого форма, ведь мы, страны БРИКС, сталкиваемся с сумасшедшим игнорированием со стороны Америки и западных стран. И пока мы не всегда осознаем нашу общую мощь и силу. Я думаю, что общаясь друг с другом, мы выработаем и сфокусируемся на наших общих планах на будущее. Этот молодежный лагерь БРИКС уже третий по счету. С каждым годом участников становится больше. Сегодня в Ульяновской области собрались 60 молодых лидеров, журналистов, блогеров, обозревателей и студентов. К участникам форума обратился глава российского МИДа. Взаимодействие в рамках пятерки – яркий пример современной многосторонней дипломатии. У нас нет ни ведущих, ни ведомых, а решения принимаются консенсусом на основе выверенного и честного баланса интересов. Если на Западе уже забыли, что есть не только их мнение, то страны БРИКС способны вернуть заокеанских партнеров с небес на землю. Сегодня БРИКС является едва ли не главным механизмом передовых перемен мировой геополитики. Наш союз – яркий пример подлинной открытости, центр притяжения многополярного мира, основанный на принципах равенства, взаимоуважения и единомыслия. Медиа – главная тема этого лагеря. Уже в первый день прошел детальный анализ мировых средств, массовые информации. Мы узнали много нового про медиа, например, как не повестись на фейковые новости. Теперь мы знаем, что Би-Би-Си или другие издания могут публиковать лживую информацию, и мы стали более настороженными. Просто будем от них отписываться. Сам лагерь будет работать до 6 августа. За это время участники должны разработать концепцию новой медиаплатформы. Создать единую информационную платформу, при которой все страны могут обмениваться друг с другом информацией, причем имея определенную функцию перевода на удобные языки. Причем формат платформы может быть самым разным. Главная – доступность для каждого. Самое главное – создать платформу, которая будет нас всех объединять. Например, это может быть какая-нибудь радиостанция. Шесть десятков людей, которых обычно разделяют тысячи километров, но объединяют общие идеи. Молодежный лагерь «Брикс» снова начал работу. Артем Петров и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Концерты, мастер-классы, выставки и спортивные игры. В областном центре стартовала третья смена проекта «Лето во дворах», который уже хватил 15 тысяч детей. О том, как проходят каникулы в железнодорожном районе – наш репортаж. Лиса, ты что, все еще спишь? Увлекательные игры, познавательные мастер-классы, впечатляющие представления от спортсменов, а значит веселье и детские улыбки. Все это «Лето во дворах» – проект, который вот уже третий год делает каникулы интереснее. Я живу в соседнем дворе. Я тут когда-то жила. Сейчас у меня тут друзья. Мне тут очень нравится. Каждое лето к нам приходят какие-нибудь тренера. Они нас развлекают. Чтобы программа была насыщенной и полезной, организаторы приглашают самых разных гостей. Полицейские, например, рассказывают о правилах поведения на дороге и в общественных местах. А спортсмены учат самообороне и любви к физкультуре. Задача стоит вовлечь не только маленьких жителей, но и взрослых жителей в занятия физической культуры. Число дворов, в которых проводит проект, будет расти. Уверены организаторы, важно охватить как можно больше детей. Для этого в областном центре формируют комфортную городскую среду. В этом году по проекту формирование комфортной городской среды в железнодорожном районе было отремонтировано 8 дворовых территорий. И с этих территорий уже поступают заявки, чтобы в следующем году провести «Лето во дворах». Третья смена проекта «Лето во дворах» продлится до 25 августа. Ирина Шмыгова, Вести, Ульяновск. Еще один день международного кинофестиваля «От всей души позади». Сегодня его жемчужиной стал мастер-класс режиссера анимационного и игрового кино, сценариста и поэта Елены Туровой. Она посвятила работе на киностудии «Беларусьфильм» больше 35 лет и сегодня раскрыла тайны музыкальной шкатулки. Рассказала слушателям мастер-класса основы и тонкости работы со звуком в мультфильмах. Хочется поделиться, собственно говоря, своим опытом. С одной стороны, какие были интересные случаи, какие есть фишки в работе со звуком, как мы выкручивались из разных сложных ситуаций. Это одно. Ну и второе, мне очень приятно, что я могу сегодня представить нашу студию анимационных фильмов. Режиссер показал слушателям клип на резку лучших работ мастеров белорусской киностудии. Среди слушателей, кстати, были не только молодые люди, которые увлекаются анимацией и мечтают связать свою жизнь с мультфильмами, но и коллеги из Ульяновской области. Они пришли, чтобы учиться улучшить. Так как я занимаюсь рисованием с детьми и песочная анимация связана с какой-то степени с кино, мы тоже снимаем своеобразные небольшие фильмы. Поэтому учусь у профессионалов, которые приглашены на этот фестиваль. В конце мастер-класса Елена Турова ответила на вопросы слушателей. Фестивальный дом от всей души продолжает работу. Впереди участников международного праздника ждут еще два богатых на события дня. А у меня на этом все. Спасибо, что были с нами. Приятного вечера. Субтитры предоставил DimaTorzok 29 плюс 34. В Ульяновске плюс 30 плюс 32. Субтитры предоставил DimaTorzok